Тяжелая кавалерия, пехота и огромные территории. Из недавнего блога Tail Wars касательно игры Mountain Blade 2 Bannerlord мы поняли, что подобные характеристики присущи не только Джинс Лиандии, но и одной из самых сильных и интересных фракций мира Старой Кальрадии – Вландии. Что ж, с вами Джинс и добро пожаловать на очередное информативное видео по Банерлорду. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Приятного просмотра! И начать стоит с истории данного государства. Изначально Вландия была торговой державой, которая направляли свои корабли на западное побережье Кальрадии, где в тот момент господствовала Кальрадская империя. Превосходные воины Вландии поступили на службу империи, дабы защищать за звонкую монету южные и восточные границы Кальрадии от азерайских захватчиков. Однако не только золото привлекало вландийцев. Постепенно денежные вознаграждения за военные заслуги перешли на титулы и феоды. Получив собственные земли, вландийцы начинают строить замки, основательно укрепляясь в западных землях материка. Наконец, чего и следовало ожидать, азрак Железнорукий воспользовался неразберихой последнего и без особого труда провозгласил себя королем нового государства Вландия, формально зависимого от действительности самодержавного. Ко всему прочему, стоит отметить, что одним из прообразов Вландии стало герцовство Нормандия, расположившееся на северо-западе Франции. Тяжелая легкая кавалерия, мощные арбалецы и крепкие пехотинцы были как у Вландии, так и у Нормандии. Вообще, вся амуниция вландийцев была создана на основе 9-12 веков, однако этот факт означает не самое большое разнообразие оружия. Даже сами разработчики не побоялись сообщить о том, что излюбленные всеми двуручные мечи будут в очень большом дефиците в игре, ибо несмотря на альтернативную вселенную, Тейлворс не забывали опираться на историю реального средневековья. А теперь обратно к вландийцам. Из всей вышеперечисленной информации мы можем сделать вывод, что данная фракция действительно будет очень серьезным противником в борьбе за господство в Кальразии. Ведь на данный момент событий второй части Маунта она уже будет иметь наибольшее число феодов на карте. Но, как известно, дьявол кроется в мелочах. Несмотря на сильные войска, внутри самой Вландии зреет конфликт, и даже сам король Вландии, Дертерт, не в силах справиться с баронами, плетущими интриги и заговоры. Таким образом, мощь вландийской армии будет компенсировать ее гражданская война, которая рано или поздно приведет к распаду данной державы на свадью и Радокию. Но это уже совсем другая история. Но если вы все же хотите узнать некоторые различные факты из лора вселенной Маунтенблейда, найти интересную информацию касательно Баннерлорда, или же просто посмотреть динамичное веселое прохождение Вормандза, канал моего хорошего друга Леопольда точно для вас. Ссылка на его канал и вся визуальная составляющая данного видео вы, как всегда, найдете в описании. На этом история о Вландии подходит к концу, но впереди вас ждет еще много всего интересного. Так что не забывайте подписываться на канал, ставить ваши большие пальцы вверх. Пока и удачи вам. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok